В чем заключается вера наша? То, что мы устами исповедуем и сердцем веруем. Что? Что Бог воскресил Иисуса из мертвых. И вот эти люди, они были свидетелями этому. Что это реально было. Понимаете? Что Иисус это не какая-то абстрактная личность. Что это не какой-то миф. Что это не что-то. Но что вот в этом заключается именно как бы смысл, так сказать, того, что Бог царствует. Потому что Бог сотворил человека бессмертным. Бог сотворил человека бессмертным не для того, чтобы он умирал. Мы с вами живем и думаем, что у нас у каждого есть конец. Нет. Бог сказал, что мы на самом деле, Он нас сотворил в вечность. Он нас сотворил так же, как и себя. Не так же, как и себя сотворил, но я имею в виду, что по своему образу и подобию. Он бессмертный Бог. И Он не умирает. У Него нет этого конца. И представьте, что человек сотворен изначально для бессмертия, для вечной жизни. Воздай Богу славу. Просто пойми это, что на самом деле во Христе Иисусе мы не умирать готовимся. Мы не умирать готовимся, мы жить готовимся. Это тогда соответственно совсем другой принцип жизни. Весь мир, все люди, они готовятся умирать. Прожить бы жизнь. И тогда, когда ты так думаешь, ты заботишься о том, как бы побыстрее все получить от нее. Во все наиграться и наесться. И на пицца, да? Потому что в Писании, да, сказано, а если мы все умрем, то давайте будем есть и пить. Да, если все умрем. Но Иисус воскрес. Аминь скажи. И в этом вот сам смысл вообще, ну, как бы жизни, он есть, ну, как бы у Бога жизнь вечная. Его смерть не смогла остановить. Почему? Потому что на нем не было греха. На нем не было греха. Бог сказал, что одна проблема, да? Если съешь, если согрешишь, смертью умрешь. Все согрешили, решены слава Божьей. Плата за грех смерть. Все. Но Иисус принял эту смерть. И смерть не смогла его удержать. Не смогла. Потому что Бог так все создал. Что смерть, это тоже не такое, знаете, всемогущее. Существо, естество, что это, да? Вот. Да, она все забирает. Она сильная, да? Очень сильная, да? И последний враг, написано, будет побежден. И это смерть. Вот. И в основе любого страха лежит страх смерти. В корне его. Вот. И именно из-за этого страха люди не могут жить всей своей жизнью. Да? Потому что вот есть страх. Есть страх смерти. Но он воскрес. Вот. И ученики это видели. И мы это понимаем. И поэтому исповедание нашей веры, да, и вот эти духовный закон, он гласит, что если сердцем твоим веришь, что Бог воскресил Иисуса из мертвых, и устами исповедуешь, что Он Господь, то спасешься. Да? Потому что сердцем верует к праведности, устами исповедует ко спасению. И мы это сегодня практиковали. И я тебе еще раз сегодня говорю, что вот, ну, кажется, ну что такого? Вот верю я в то, что Он воскрес или не верю? И как это вообще, да? Я же это не вижу, я же это не чувствую, да? Я вот как это меня вообще касается в том, что Он воскрес? Касается. Касается. Потому что все мы, крестившиеся в Христа, и в смерть Его крестились, и в Него облеклись еще написано. В Христа облеклись. И мы подобно Ему, понимаете, будем воскрешены. Да? Верующий в Него, если и умрет, оживет, да? Нам нужно об этом размышлять, и размышлять больше, да? И именно от этого наши мозги будут меняться, наша жизнь будет меняться, наши решения будут меняться. Наш дух будет меняться, что мы не умирать готовимся, а мы жить готовимся. И вот ученики видели, да, Его воскресшим, да? И Он воскресший уже еще раз дал им обетование, да? Что вы, Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым. Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли. И Он обманул, так произошло, произошло, и так происходит, и Пятидесятница уже здесь. И нам не нужно ждать Дня Пятидесятницы для того, чтобы быть крещеным Святым Духом. Нам нужно принять крещение водное, и чтобы на нас возложили руки, и чтобы на нас сошел Дух Святой. Аминь. Вот так это происходит, церковь. И мы должны это, ну, продолжать делать. И я рад, что у Михаила сегодня откровение, да, что как бы ему, у него появилось вот это вот желание, убеждение от Духа Святого привести в порядок то, что еще. А вдруг оно не в порядке, правильно, Михаил, да? Да, и я вот, ну, я уже говорил, вот я все время привожу этот пример апостола в Ефисе, апостола Павла в Ефисе. Слава Богу за него. Скажи, слава Богу за апостола Павла. Именно вот за этот случай. Знаете, вот, потому что это, ну, настолько хороший случай, когда он просто встретил этих учеников. И это были ученики. Вы знаете, чьи это были ученики? Они приняли на крестителя, а ученики их были Аполлоса. То есть, как бы, это были вот люди, которым проповедовал Аполлос. А Аполлос кого проповедовал? Иисус Христа. Он доказывал, написано горячо, писаниями, что Иисус Христос. Но написано, но знал только у крещения Иоанна. И Акилос прискил и взяли этого человека и сказали, ты чуть-чуть неправильно проповедуешь. Ты чуть-чуть не понимаешь какие-то определенные вещи. И он их услышал. Они расширили ему путь, да, что происходит. Потому что, вот, он не проповедовал о том, что вам надо креститься и принять Святого Духа. Понимаете? Он проповедовал Иисуса Христа, но проповедовал его вот без этой полноты. Почему они тогда не имели Святого Духа там в Ефисе? А вы знаете, вы приняли Святого? Вот мышление апостола. А вы Духа Святого приняли у веровав? Вопрос, да? Не знаю. Любого православного спрашиваешь? Одинаковый вопрос. Ну, одинаковая реакция. Не знаю. И не слышал. Вот поэтому. И я как бы сравнил вот это вот, то, что сегодняшнее вот современное, вот это вот Иоанново крещение, да, как бы, что такое было Иоанново крещение, вот когда апостол Павел им в Ефисе там говорит. То есть, следующий его вопрос. У него первый вопрос. Вы Духа Святого приняли? Не слышали. Не знаем. Представляете, такое христианство, как вот, да, не слышать о Святом Духе? Что вот мимо них, вот, понимаете, уже тогда, уже тогда существовали какие-то ответвления и недопонятые вещи. Но апостол Павел очень хорошо все понимал. И он, следующий его вопрос. А во что же вы крестились? А во что же вы крестились? И они что отвечают? В Иоанново крещение, да? И он говорит, Иоанн крестил в покаянии, да? И дальше он продолжил такую фразу, сказал, чтобы веровали грядущего по нем Господа. Смотрите, они христиане? Христиане. Они верят в Иисуса? Верят в Иисуса. Православные христиане? Христиане. Верят в Иисуса? Верят в Иисуса. И, то есть, в этом нет ничего, как бы, такого, да, неправильного. Но, то есть, уже хорошо, когда люди верят в Иисуса. Вот что я хочу сказать. Вот что примерно означает крещение Иоаннова. Да, вот, да, на нашу сегодняшнюю жизнь, на нашу сегодняшнюю реальность, да? То, что мы сейчас говорим про вот эту ситуацию, не про Иоанново крещение, да, само по себе, а про то, что люди, в принципе, верят в Иисуса. Вот что важно. Но то, что ты, в принципе, веришь в Иисуса, и не крещен в Иисуса, и на тебя не возлагали руки, и не молились за принятие Святого Духа, ты, возможно, можешь идти, ну, не совсем тем путем. Я не говорю прям неверный путь, я говорю путь не совсем верный. И я благодарен за апостола Павла, который смог разобраться. Вот он первый устроил второе крещение. Первый устроил, да? Сейчас есть, да, вот, мы же на самом деле, вы знаете, вот как, вот это наша ветка, вот мы как, вот, ближе всего к анабаптистам, на самом деле, знаете? Которые, анабаптисты, знаете, кто такие? Баптисты крещенцы, анабаптисты еще раз крещенцы, вот. Еще раз, вот, это вот, ну, такое движение святости возникло после реформации Мартина Лютера. Люди стали вот именно перекрещиваться, да. Там тоже, наверное, получилась какая-то религия в каких-то моментах, да, достаточно такая жесткая, что, вот, обязательно надо второй раз, и иначе ничего не работает. Но, нужно исполнить правду, да, всякую. И я вижу, как апостол Павел, он не просто им, как бы, сказал, ну, давай, ну, как бы, вы крестились в военном крещении, давайте я на вас тогда теперь просто руки возложу. Нет. Они, написано, услышав это, крестились во имя Иисуса Христа, он возложил на них руки, на них сошел Святой Дух. Вот, поэтому, у нас должна быть здесь ясность и понимание, и мы должны верить, что это так, да, и верить, и практиковать, и уже, как бы, действовать в этом, да, давать людям эту возможность. Поэтому, кто не крещен или сомневается, что он крещен, да, как-то, да, сделай это просто, и все. Не надо это делать, там, да, вот много раз, но если ты сомневаешься или сомневался, да, и вот, есть это слово. Поэтому, вот, раз Михаил сегодня у нас засвидетельствовал, а мне, кстати, если честно, у меня были мысли, что ты придешь и крестишься, представляешь? Я вот сейчас вспоминаю свое вот это вот состояние, я же когда-то тебя освободил и так вот заявил, сказал, что, ну, раз ты принял, давай, хорошо, да, я тебя поддержал, да, вот. Вот, но потом у меня вот последнее время, причем, у меня прям такие мысли, что ты сам еще подойдешь, короче, и захочешь креститься. Вот, поэтому, о чем мы? Мы говорим о Духе Святом. Мы говорим о том, что приходит благодаря Иисусу Христу. Кто приходит благодаря Иисусу Христу? Он говорит, лучше для вас, если я уйду. Что может быть лучше живого Иисуса? Рядом. Оказывается, есть Дух Святой внутри нас. И Он говорит, это лучшее, это лучшее, да, и не оставлю вас одних, но приду и буду с вами. Понимаете? То есть вот, вот так это работает. И я говорю, что я последнее время прям наслаждаюсь от того, что я вижу, как Дух Святой делает свою работу в людях. Я вот вам рассказывал, да, про Машу, да, у меня есть две Маши, одна племянница, вот, которая еще не крестилась, и есть вот знакомая друга, да, жена друга, которую вот я крестил на прошлой неделе и помолился за нее, да. И у них, я говорил уже, что там была настолько жесткая ситуация, что все, развод. И эта ситуация, после того, как она крестилась, исправилась за три дня. Она полностью, с ног на голову, через просто ее искреннее глубокое покаяние. Она смогла увидеть себя и смогла спокойно с этим согласиться. Вот Он Дух Святой. Вот Он Дух Святой, который просто открыл ей глаза, знаете, потому что, когда мы просто слышим Слово, когда мы просто вот учимся, это все, ну, как бы, вот оно снаружи часто заходит только, да, и мы слышим, как правильно. Так, 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 так надо правильно, так, 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 так надо правильно, да. И у нас возникает куча всяких оправданий. Когда приходит Дух Святой, тебе легко, тебе легко принять эту ситуацию, тебе легко принять вот, ну, себя таким, какой ты есть. Поэтому, Бог живой, понимаете, Бог живой, и мы вот, ну, не в игры играем, не, знаете, просто христианство ради христианства, какая-то самая мудрая, самая правильная философия такая, да, у христиан. Вот у нас истина, и мы лучше всех знаем. Да нет, у нас Дух Святой. У нас Бог живой внутри нас. У нас мудрость, сходящая свыше, понимаете, которая чиста, мирна. Знаете, и вот, и вдруг вот это то, что с ней произошло, и я ей там дал проповедь прослушать про мудрость, она говорит, да, мне нужна мудрость. И я понимаю, как это работает, что вот эти вот решения, они начинают просто сами всплывать внутри тебя. Потому что это Дух мудрости. Это не то, что ты вот, да, как Иисус, когда отвечает на эти вопросы, фарисеев там или еще кого-то. Он что, с заготовками туда пришел, да, что вот так она меня спросит про деньги, у меня тут вот заготовочка есть, анекдот, да, про динарий расскажу, да, или там женщину, когда при любодеянии поймали, у него тоже, да, вот, заготовки. Нет, Дух мудрости. И мы вот, ну, мы в сегодняшнем времени без Святого Духа, без Духа мудрости, без вот этого живого Бога внутри нас вообще ничего не победим, никого не победим. Потому что вот апостол Павел Галатом, давайте прочитаем. В последнее время у меня вот это вот как-то крутится внутри меня. Я раньше все время пытался это понять. Как это? Живите по Духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Вот как это? Мне может кто-нибудь сказать, как это? И мы начинаем часто объяснять. Ну, по Духу это вот так, 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 так. По плоти это вот так, вот так, вот так. И я много раз объяснял сам это местописание. Если честно, до конца внутри, до конца не имея вот этой уверенности, что я это понимаю. А потому что это невозможно понять. Это невозможно понять. Это можно только жить. Потому что Дух, он живой. Ты не можешь его, знаете, невозможно поймать ветер. Что происходит с ветром, когда ты его ловишь? В банку, да? Вот я открываю банку или беру сачок и ловлю ветер. Что? Не получается поймать ветер? Вот точно так же Дух Святой. Вот точно так же жизнь вот эта от Бога, которая идет. Либо она есть, либо ее нет. Либо ты ее ищешь, либо ты этим живешь, либо ты этим не живешь. Но Библия говорит, что если ты этим живешь, то ты будешь свободный. То ты будешь по-настоящему свободный. Галатам 5 глава, 16 стих. Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся так, что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом воетесь, то вы не под законом. И я говорю, как Павел говорит еще раз, да? Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Вот мы в прошлое собрание говорили много о мире. И я так понял, что все, кто в основном был, все равно вынесли какое-то больше осуждение, что ли. Что я тут как-то, наверное, судил больше. Через Слово Божье, да, правильные вещи, да, что не любите этого мира, да. Но какой выход? Как не любить мир? Как не жить по плоти? Поступайте по духу. Поступайте по духу. А где взять дух? И поэтому мы иногда говорим, как можно не христианина, который не крестился и на него дух святой не сожжил, научить жить по-христиански? А мы делаем. А мы делаем. И потом не можем разобраться. Что дальше делать вообще со всем этим? Что делать вот с этими христианами интеллектуальными, которые являются христианами своими силами? Что вообще с этим всем делать? Как же жить по духу-то? Как жить по духу? Я тут такой спрашиваю, у кого-то у меня ответ есть, знаете? Сдавайтесь. Вот это правильный ответ. Вот он правильный ответ. Мы сдаемся. Мы сдаемся Богу, мы ищем Бога. Мы просим духа, мы ищем духа. Но есть важный ключ еще, да, Слово Божье. Потому что Иисус говорит, слова мои суть дух и жизнь. Вот они приносят жизнь. Учение Иисуса Христа, которое мы должны знать, мы должны слышать, мы должны помнить, мы должны этим жить. Вот оно нам даст возможность жить по духу. Да? Дух Святой написано, что сделает? Когда он придет, он напомнит вам все, что я вам говорил. Вот она функция Святого Духа. Но для того, чтобы напомнить тебе, тебе что нужно сначала? Это слышать. Слышать это. В тебя эти слова должны быть вложены. Как вы думаете, ученики от Иисуса всегда разные проповеди слышали или нет? Я больше чем уверен, что ученики слышали одно и то же. Три года он проповедовал. Вы что думаете, он всегда приходил в разные места и говорил разные вещи? Я уверен, что нет. Потому что вот у него было учение. И поэтому мы видим, что один апостол на горную проповедь так записал, другой апостол на горную проповедь так записал. Потому что это было его учение. И кто такие ученики тогда, да? Которые это много-много раз слышали. Много-много раз слышали. Эти слова в них засели. Он настолько говорил часто и одно и то же, да? Что они пропитались его учением. Это то, что должно произойти с нами. Это тот способ и та единственная возможность жить по духу. Вот она схема. Стать учеником Иисуса Христа и... Чтобы потом Дух Святой двигался через твою жизнь. В твоей жизни, внутри тебя, да? Вложу законы мои в мысли их и напишу на сердцах их. И это не работает с пустого места. Сеющий в плоть пожнет от плоти тление. Сеющий в дух пожнет от духа жизнь. Мы должны все эти моменты знать и понимать, что у нас есть только одна возможность. Нормально, правильно, хорошо прожить в этой жизни. Только по духу. Все. Только по духу. Теперь из этого мы должны идти. А что нам для этого делать? Потому что вот просто по духу, ну это ничего практически мне не говорит. А как это конкретно? И я должен собрать все места в кучу, где все про это говорится в своей голове. Все проанализировать, думать и еще Богу кричать. Бог, как? Как? Я хочу жить по духу. Помоги мне жить по духу. Иисус тоже пророждение свыше. Он дал всего лишь такую короткую формулировку. Вот да? Можно было бы сказать, Иисус, ну как вот жить по духу? Как? Ну по духу это вот так, вот так, вот так. Да? Хотелось бы от него больше. А Иисус говорит, когда ему Никодим спрашивает, ну чего это вот, ну мне надо в утробу у матери опять и заново родиться. Ты учитель Израилев, и этого не понимаешь. Да? Потому что, ну, ты же духовный учитель. Ты же должен сам учить жить по духу. Он ему вот это вот сказал. И потом ему, ну ладно, скажу тебе. Да? Дух дышит, где хочет. И слышишь его голос. И не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от духа. Все. А можно побольше, пожалуйста, Иисус? Вам достаточно. Хватает вам вот этого? Мне хочется больше. Но во всяком случае, я когда об этом думаю, я все равно думаю о той глубине, которую он имел в виду, да? Что он, вот, дух, дышит, где хочет. Мы, понимаете, мы даже не можем на самом деле дать никакой формулировке дух. Что это? Да, вот. Просто я знаю, что он дышит, и он говорит. Он живой. И вот мне нужны его проявления. И его проявления, даже Библия говорит, разные. И в разных людях дух действует по-разному. И мы это тоже должны понять. Ну, главное, что он действует. Дух дышит. И ты слышишь, и не знаешь. И вот человек правильно ответил. Не знаем, да? Не мучай нас. И мы действительно не знаем. И мы должны вот с этой позиции к Богу приходить. Вот от этой позиции. Ученики даже получили вот это обетование. Будете крещены Духом Святым. Они знали, что с ними произойдет? Неа. Они не знали, что произойдет. Поэтому и залепетали на языках. От вот этого вот просто переполненного сердца. Да? Что вот не понимая, что говорят даже. Не понимая. Потому что они не понимали, что они говорят. Но из них вот это вот прорвалось и потекло. Да? И тогда апостол Петр, он догадался. Ему люди как бы говорят, да, в день Пятидесятницы, что что с вами? Вы вина напились сладкого? Апостол Петр говорит, неа. Дух Святой. И зачитал им места из Писания. Да? Ну как бы процитировал, да? Что это будет происходить. Вот. И поэтому первое. Бог живой, Дух дышит. Дух первичен. Не воинственные силы, но Духом Моим говорит Господь. И поэтому Иисус, да, что Иоанн крестил водой, а вы через несколько дней будете крещены Святым Духом. Понимаете? Вот то, что от нас требуется, да, это ожидать, это желать, это жаждать, это искать, принимать. Все вот это. И не растягивать. Вот важное слово вам сегодня говорю. Наверное, то слово, ради которого я просто вот очень долго в своей христианской жизни шел к этому слову. Не растягивай. Не растягивай от крещения до получения Святого Духа. Нету этого в Библии. Апостол Павел крестил их, возложил руки свои и принимай Духа Святого. Религия все растянула. Я вам уже тоже про это рассказывал, да? Мы взяли слова апостола Петра, который говорит, так что же, когда его спросили, что же нам теперь делать? Он говорит, покайтесь, креститесь и примите дар Святого Духа. И мы взяли и сказали, так, покайтесь. Это пять учений, а покайтесь. Креститесь. Ну тут вообще надо 30 домашних групп посетить до того, как креститься. А Духа Святого примите. Ну это уж вообще жди, молись и так далее. Вот такие мы помощники иногда людям. Вот так вот церковь вводит людей в заблуждение. Для чего? Потому что Дух религии хочет манипулировать над людьми. Дух религии это не Божий Дух. И я никого не сужу. Как получается, так получается. Мы просто иногда попадаем вот в эти какие-то ямки, ловушки. Церковь попадает. Но слава Богу опять за апостола Павла, за его приход в Ефис и за то, что он смог разобраться. А во что же вы крестились, ребята? А вы Духа приняли? Не знаем. А во что же вы крестились? В Иоанново крещение. Иоанново крещение было это и это. Вам надо теперь вот это. Не даже, ну не без теперь. Знаете? И там все произошло. И написано, они крестились во имя Иисуса Христа, он возложил на них руки, и на них сошел Святой Дух, и они стали говорить языками и пророчествовать. Что мешает нам сейчас так делать? Исправляемся. Исправляемся. И не растягиваем. Потому что, опять же, да, мы мы понимаем, вот есть Евангелие силы, креста. Это то, что тоже проповедовал Павел. Он понимал, что такое, да, он говорит, я ничего, кроме креста, вам не проповедовал. Потому что, в кресте и Святой Дух тоже. Чтобы ваша вера была основана не на словах человеческой мудрости, но на силе Божьей. Понимаете? Когда мы все делаем правильно, когда мы делаем по Библии, по Писанию, когда мы делаем вот в этом апостольском Духе, то это работает. Потому что оно не может не работать. Иисус за это умер. Поймите это. Он за это умер. Чтобы Духу Святому людям дать. А мы иногда выступаем как вот такие христиане, такие, ну Бог решит там дать тебе когда. И сами прививаем вот этот вот дух сомнений. Я реально, я начал практикать вот такие вещи сейчас там. Я еду с человеком. Я говорю, ты говоришь на языках? Нет. Мы с ним в машине вдвоем едем. И я просто начинаю говорить, давай, молись языками. Ложу на тебя руку. Давай. Во имя Иисуса Христа. Давай. Дух Святой. Сходи. Начинаю молиться. Начинаю его побуждать молиться. Понимаете, вот, ну, что нам мешает иногда делать, ну, не иногда, вообще делать вещи, ну, когда, когда особенно человек открыт. Я не говорю, конечно, что я вот, да, к неверующему там или человеку, который меня практически не знает, прям вот так вот захожу. Нет, я говорю про человека, который, ну, меня знает, мне доверяет в центре и, ну, как бы. У меня есть желание быстрее человеку помочь. Быстрее человеку помочь. Ты веришь, что Дух Святой сходит через заложение рук? Когда последний раз возлагал руки на человека, чтобы на него сошел Дух Святой? Вчера? Вчера. Я просто так задаю вопросы, потому что мы даром получили, даром отдаем. Мы действительно должны разобраться со многими моментами, что день Пятидесятницы уже произошел. Знаете, у нас есть привычка проповедовать Библию, ну, как бы вот, вот, все в логике, знаете. Вот, вот именно в логике. Не вот в духе, как сердце побуждает и вот то, что, ну, нужно и какие-то, понимаете, может быть, возможно, это будут казаться новые вещи, но они сегодняшние и из нужды. Вот как апостол Павел, никто его не учил людей крестить второй раз. Я больше чем уверен. но его желание, да, вот, благословить людей и привнести в их жизнь полноту вот эту, да, которую они не имеют, произвело вот этот вот, вот эту вот нестандартную ситуацию. наше христианство сегодня стало настолько стандартным, настолько у нас вот уже вот вешки расставлены, как и что должно быть, и поэтому вот, и даже когда мы проповедуем день Пятидесятницы, мы тоже начинаем говорить, ну, Иисус сказал, ждите. Ждите. А когда? Ждите. И мы же, ну, тут же написано, ждите. Но апостол Павел не ждал. Апостол Павел возлагал руки и Дух Святой сходил. У Филиппа в Самарии был, наверное, похожий затык, если кто-то знает это. Однажды Филипп пришел в Самарию, причем я не знаю, это, по-моему, даже не апостол Филипп, это вот уже, это вот диакон, вроде как, Филипп. Но не буду вас сбивать с толку, это в институте нам объясняли. И вот он пришел в Самарию, проповел, и там было великое пробуждение, и он крестил людей. Крестил людей, крестил людей, крестил людей. Но написано, Дух Святой не сходил еще ни на кого. И пришли туда Петр с Иоанном, да? И вот они стали возлагать руки, и люди стали принимать Дух Святого. Видите, опять же, да, вот от чего зависит? От веры людей, от веры людей, от дерзновения людей. Вот Петр с Иоанном, они были более дерзновенными, ну, как бы, вот на мой взгляд. Они же первые шли вот этого вот слепого, ой, не слепого, храмового в храме около Красных Ворот. Серебра и золота у меня нет, но во имя Иисуса Христа встань ходить. Вот Петр, он был такой, он вот не боялся, он пробовал, понимаете? И вот он, апостольский друг, апостольский дух. Сейчас вот многие, знаете, я слышу в церквях, в проповедях, говорят об апостольстве, да, вот апостолы, апостолы, поднимутся апостолы. Вот кто такие апостолы? И у меня вот, ну, сейчас открывается, в первую очередь, это те люди, которые будут двигаться вот в этом духе дерзновения, как апостолы, поняв силу Евангелия, смысл Евангелия, будут просто вот действовать. Вы апостолы? Кто такие апостолы? Это те, которые долго были с Иисусом и учили. Здесь есть люди, которые долго с Иисусом уже? Я знаю, что есть, которые всю жизнь учатся, всю жизнь ходят, ну, очень долго ходят в христианские, ну, в церкви. Пора стать апостолом. Все. Но просто, потому что вот апостолы – это не только тот, кто вот там великие дела, тот, кто был долго с Иисусом, имеет правильное учение внутри себя и готов его распространять. Это апостольский дух в первую очередь. Знаете, нам уже не надо сейчас с вот этой регалией называться апостолами. Понимаете? Нам больше нужен апостольский дух. Апостольское дерзновение. Вот эта вот смелость, с которой апостолы двигались. Апостол Павел, он почему апостол? Его никто в апостолы не выбирал, как других апостолов. Потому что он говорит, Павел Богом избранный, избранный, призванный апостол не через людьми, не через людей, не людьми. короче, короче, ну вы поняли. Апостол призванный и избранный Богом не через людей и не от людей. Вот так он про себя заявляет. Вы понимаете? Он про себя так заявляет, потому что вот то дерзновение, с которым он действовал, то, как он проповедовал Евангелие, сделало его вот этим апостолом. свойственно человеку оставить на потом или на усмотрение или на более высших, которые придут и сделают. Пришли и сделали. Вот. Но апостол Павел, опять же, он уже был не такой. Понимаете? И апостол Павел не пошел за апостолами для того, чтобы на тех, кому он проповедует, сошел Святой Дух. Скажи аминь. Не ходи за апостолами, а? Не ходи за апостолами, возлагай руки, и ты будешь видеть. Я говорю, я когда молился за Машу после крещения и молился за Святым Духом, она мне просто такой сказала, ну, потом. Во-первых, там была дочка единственным свидетелем, да, вот этого крещения, и я им проповедовал все, да, что, как, для чего, предложил дочке тоже креститься, дочка ни в какую, дочка сидела, зевала, дочка ничего не трогала особо, так вот она, ну, подросток, тем более, мы понимаем, пораженный этим миром в любом случае, да, пораженный, там, какими-то еще своими моментами, но после того, вот, вот, у нее просто произошло, вот у Маши свидетельство, я потом молился за нее, и молился, вот, с дерзновением, и с теплотой, и из всего своего сердца, с возложением рук, и когда я молился, у дочки рот открылся, она проснулась полностью, и потом, когда я сказал, давай я за тебя тоже буду молиться, она быстро села, и тоже захотелось, чтобы я за нее молился, понимаете, потому что, вот, ну, зависит от нас, зависит от того, как мы делаем, как мы верим, насколько мы действительно, вот, готовы высвобождать, то, что есть у Бога, знаете, вот Бог не придет, и не будет за тебя, все, вот, ты ленивый такой, он за тебя там рот открывает, некоторые люди языки так же ждут, открывай рот свой, и говори языками уже, и вот, ну, и я заснял на видео, как я ее крестил, а она говорит, лучше бы ты заснял на видео, как ты за меня молился, меня, говорят, и в жар, и вообще, и это такие слова, и они в меня зашли внутрь, и, ну, как бы вот, и она это рассказывала мне уже, ну, за все это время уже раза три, или четыре, уже вот, ну, как, вот, что она пережила, и так далее, понимаете, потому что Дух Святой сходит, это Дух Святой, это не я такой крутой, я стараюсь, я хочу, но в первую очередь, я верю, я возлагаю руки, и Дух Святой сходит, аминь, вот она, пятидесятница, вы, пятидесятница, на вас, пятидесятница, не нужно ждать, не нужно растягивать, потому что люди и так устали, столько есть информации, столько, поэтому, вот, ну, сегодняшняя проповедь, она действительно должна быть, как в Коринфе, не на словах человеческой мудрости, на насилие Божьей, как говорил апостол Павел, он пришел в немощи, проповедовал крест, а дальше крестил, и возлагал руки на людей, он просто делал эту работу, вы знаете, вот я, и как я к этому периодически, вот, сам, вот, вы же не знаете моего, как бы, внутреннего, там, я могу вот вам рассказать просто, и вот работаешь всю неделю, и такой, суббот крещение еще, елки-палки, и я уже к этому, знаете, это вот, ну, вот, для кого-то приехать, посмотреть на крещение, да, для кого-то, креститься тоже, там, там, что-то, да, а для меня крещение, это вот, это работа моя, это мне нужно вот всех собрать, мне нужно самому собраться, помолиться, чтобы атмосфера была, попропомендовать слово, полностью, как бы убедить, и глазом не моргнуть, что я, как бы, вот, хоть чуть-чуть в чем-то сомневаюсь, в том, что я говорю, да, пойти крестить, потом привести всех, помолиться за них на языках, все это вот, это тебя тратит все, ну, как бы, и это работа, но, но я когда вижу, к чему приводит эта работа, я готов и делать эту работу, вновь и вновь, людям нужен Дух Святой, а ты ключ, у тебя ключи, Иисус говорит Петру, я дам тебе ключи, у тебя есть ключи, что такое ключи, проповедь Евангелия, проповедь Евангелия, но проповедь Евангелия, со всеми атрибутами, вторая глава, первого стиха, при наступлении дня Пятидесятницы, все они были единодушны вместе, внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились, и явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них, и исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать, аминь, да, а мы хотим так же, часто, да, вот оставить, чтобы вот так же, вот и языки, вот и ветер, и все, и вот чтобы за меня все это, и так далее, и поэтому много раз сомневаемся, но сейчас Пятидесятницы происходит именно из-за проповеди Евангелия, из-за проповеди Евангелия, когда человек принимает решение креститься, когда за него приходят, возлагают за него руки, на него руки, и все, и Дух Святой сходит. И тут важный момент про единодушие, да, что все они были единодушны вместе, и это то, что я вижу в нашей церкви, и поэтому я хочу, чтобы мы это еще больше культивировали. Здесь я просто уже хочу немножко сказать от того, что сам вот чувствую, и, наверное, как бы в завершении сегодняшней проповеди просто вот вам сказать спасибо за то, как вы за меня молитесь. я побывал на молитвенном, да, я знал, что вы молитесь, и я чувствую этот Дух Единодушия, и я говорил, по-моему, вам уже, что вот этот Дух Веры, когда был Алексей Павлович, и когда он позвал молиться, что вся церковь встала и выстроилась вот так вот, знаете, и это мне вот напомнило воинов Гидеона, которым, да, которые были все как один, и они не были супервоинами, они даже там и не сражались, да, они были с кувшинами, с факелами, с трубами, да, делали много шума, аминь, будем делать шум? Я сегодня в шоке, я сегодня шумлю, микрофон, потом смотрю туда и думаю, ну все, наверное, это администрация, короче, они уже как-то нам предъявляли, а я же ору еще, и думаю, елки-палки, ну посмотрим, нет? Да, ну посмотрим, вот сможет ли что-то враг, да, или вот, насколько это, потому что, ну вот, вот понимаете, именно так свершались Божьи победы, помните это, да, Ерихон, да, который вот они обходили, молча ходили, ходили, что они ходят, да, и вот, понимаете, про христиан, что они ходят, собрания какие-то, ходят, 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 а тут взяли и заорали, а на них там, может, Дух Святой сошел, сейчас ты не знаешь как, вот, ну с этими продавщицами, понимаете, ты таких вещей не услышишь, да, ну как бы, они с ума сошли, скажут, да, а у нас Пятидесятница, вот, вот, и мы не знаем, как Бог действует, и поэтому вот сегодня, я обычно, продуманный чуть-чуть, вы замечали, да, я пойду закрою, я, ну как бы, мне однажды прилетело, предъявили там, что вы что-то там кричали, и так далее, зал не хочется потерять, но от кого зал зависит? От Бога или нет? Вот, поэтому, вот, у меня сегодня не получилось быть адекватным, я забыл закрыть окна, и еще вот последнее время микрофон держу тут высоко, поэтому покричали и помолились и так далее, но, но вот через это я вот понимаю, что вот, ну, это важные вещи, да, и Библия говорит про это, что вот многие победы там просто производились именно вот, ну, не воинством и не силой, а вот этим духом, понимаете, и когда люди вот наполнялись духом, и вот они там закричали все, и стены Ерехона рухнули, да, где-то были другие, что там шли просто левиты, да, и все, и враг был весь повержен, вот, поэтому вот наша сила, вот наше наполнение, поэтому нам надо это научиться, наполняться духом, все эти инструменты есть, нам надо научиться вот это практиковать, молитесь больше языками, это очень-очень важно, еще раз, да, что это вот, еще последнее откровение про языки у меня было, это, вот что, вот эта молитва языками, это возвращение в Эдем, возвращение вот в те отношения, которые были у Адама с Богом, вот какие они были, как он слышал Бог, как он общался, вот он общался без дерева развлечения добра и зла, вот он не знал, что такое хорошо, что такое плохо, понимаете, и он мог с Богом общаться, вот без вот этого фильтра, да, и мы на самом деле, а мы как бы вот из-за того, что мы имеем представление, о чем такое хорошо, что такое плохо, за какие-то вещи даже не будем иногда молиться, потому что они в наших глазах уже плохо, как я буду молиться, кого-то проклинать, как я буду вот кого-то, но я видел апостола, они периодически это делали, понимаете, Иисус смоковницу, да, нехорошие слова я ей сказал, да, и поэтому вот, да, вот это вот, что мы всегда зависим от своего разума, да, как попросить, что попросить там, туда-сюда, то есть вот, и получается, что у нас нет отношений таких, понимаете, у нас нет отношений в духе о том, что вот, ну, только Бог знает, что хорошо, что плохо, вот, ну, на самом деле, да, как правильно здесь молиться, да, и так далее, да, вот, поэтому молитва на языках, это возвращение вот в эти отношения с Богом через дух, понимаете, когда я молюсь, когда я говорю с Богом, и для меня вот это важно, я говорю с Богом, все, мой дух общается с Богом, и я хочу этого, ну, больше, что там он говорит, как он там говорит, я сейчас пока не понимаю, попозже обычно открывается, что-то, о чем поговорили, или еще что-то, или куда двигаться, да, но мне нужно это, поэтому я просто вам предлагаю какую-то простую практику, не начинайте с больших вещей, начните 10 минут с утра молитвы на языках, вот, я в последнее время прям практикую, я ставлю будильник, вот этот секундомер, и просто хожу и молюсь на языках, вот, 10 минут, выдержите 10 минут, ты увидишь, как весь твой день будет другим, если ты сможешь потом, захочешь по-другому, забыл хорошо с утра, отвлекли, уйди с работы на 10 минут, понимаете, ну, уйди куда-нибудь на 10 минут, вот дайте 10 минут, представляете, за 10 минут, ты скажешь очень много, знаете, вот, не надо Богу очень много, ну, я имею ввиду, от нас, просто надо по-настоящему, надо вот соответствовать, чтобы это было, и все, с верой, может быть, Бог тебя потом повлечет, и в 15, и в 20, и в час, и так далее, но, не можешь 10, с 5 начни, но начни с 5, что тебе трудно, сеять в дух, для того, чтобы вот, ты почувствуешь сразу, какова, каков будет день, день будет другой, из-за этих 10 минут, просто верьте, и практикуйте, понимаете, и опять же там, о молитвенных языках, я уже раньше говорил, я, есть наверняка, какие-то слова по плоти, но если я скажу, 30 слов, из них 25 будут по плоти, но 5 будут по духу, я лучше все равно скажу 30 слов, потому что, ну, мне нужна эта молитва, мне нужно общение Бога с духом, и с моим духом, вот что есть пятидесятница, понимаете, вот что ученики получили на пятидесятницу, они получили вот эту силу, и именно языки, для чего нужны были люди, которые понимали эти языки, у меня логика проста, для того, чтобы апостолы поняли, что это языки, а не билиберда какая-то, это было свидетельство для апостолов, что у них языки, дальше мы уже этого не слышим, что у них языки, дальше, ну, как бы, что они, ну, кто-то понимает что-либо, нигде, дальше уже слышим, только билиберда, бля-ля-ля-ля-ля, почти, но не так, и ты, когда будешь практиковать, ты сам будешь видеть, что язык меняется, и состояние меняется, и все меняется, поэтому вот, ну, вот она пятидесятница, это быстро, это не растянуто, это крещение, возложение рук, и давай, аминь, пятидесят 2020.